чё ребятки не знаю нахрена я вот это все снимаю да натуре как бы то есть хрен его знает ну короче вот мне пока делать нехрена как-то изображение очень странно показывает на самом деле вроде угол нормальный а как-то показывает как будто я вообще тут вот так вот снизу на меня на самом деле вроде прямо телефон с моря очень поймешь я тут еду по дороге с большими бочками у нас здесь есть о ярослав резких привет здорово привет западной украине адекватные части западной украины crazy russia здесь вот и си си трейн но вы даете а смотрите вот двое из вас куртка м65 да я даже не знаю что за м65 она называется этот болит забыл я в брендах вообще не особо понимаю это короче это бренд блин я не могу вспомнить как называется короче это бренд который назад будущее это баба на своего будущего сына называла по имени думал что он так зовут потому что его на майке так написано вот это вот этого бренда как он называется не могу вспомнить я вообще плохо запоминаю название всяких брендов я мне в голову вообще лезет очень плохо запоминается то что мне вообще в жизни как бы неважно и на что мне ну просто если так откровенно сказать насрать а если сказать по-английски то а роги его вот так вот там у нас пробочка небольшая его я ее короче оближают с этой стороны скани чё а старпинс нормальная музыка да я знаю я люблю такую музыку я же не люблю там всякий рэп там хип-хоп короче и проще тень всякой хрена пень я всякую не слушаю кто слушать я не осуждают как бы их дело но мне реально это вообще не в кайф поэтому поэтому я застрял можно сказать восьмидесятых девяностых сейчас сейчас музыки и вообще короче нормально я не знаю я не слышал особо очень редко что там бывает какой-то я понимаю что я рассуждаю как старый пердон но бляха-муха короче вот так вот я да такой вот я короче чё я могу с этим сделать а скорпинс да скорпинс это реально крутой музон эта песня мне вообще нравится очень я слушаю его с периодичностью раз наверно в месяц потому что у меня 16 гигабайтная флешка здесь машине ну и соответственно вот это вот вся музыка проиграет там где-то гигабайт 12 на одном музыке я отобрал самое то что я слушаю у меня дома где-то не знаю гигабайт 80 на этой музыке в mp3 здесь гигабайт 12 я отобрал чистого что записал самое хорошее самое то что я действительно слушаю там и она просто играет у меня в машине по жизни с этой флешкой так что я радио очень очень редко слушаю я в основном слушаю мое личное радио которое называется flash drive usb вот и все чё у нас сейчас впереди загорится зеленый свет интересно что так изображение дрыгается а когда машина стоит чуть-чуть вся вибрация переходит на телефон окажется прикольно блин плавает все нифига себе пол экрана конечно тут занимает занимает торпедка но блин у меня вот так подставка для телефона так стоит выше я ее не могу сделать это подставка которая вставлена в вентиль в решетку вентиля короче держится на решетке вентиля телефоном чё вы там пишите короче я не особо вижу когда я еду на скорости за рулем так что можете не писать я все равно вряд ли прочитаю поверни камеру я не могу и повернуть мне надо всю тот бандуру повернуть и тогда нихрена видно не будет я знаю я знаю на самом деле на самом деле ребята вот кто снимает вот так горизонтально вот как я сейчас снимаю да на самом деле я их терпеть не могу они лохи очень полные и и потому что потом такая на youtube выставляешь одна такая дебильная узкая полоска получается поэтому я вообще как бы считаю это совершенно не умным делом но на перископе вроде как все с телефона смотрит то есть получается как раз такой формат видимо даже лучше видим я так понял да ну и тем более подставка вот в машине у меня как раз вот так что телефон стоит ее можно повернуть но это надо там защелку отодрать короче ну оттянуть защелку повернуть а мне так удобно он стоит и все поэтому да я буду снимать как вот так как тело шары которые снимают вот так вот вертикально а на самом деле я всегда телефон горизонтально горизонтально ставлю даже если это телефон если что-то телефоном снимая я всегда ставлю горизонтально потому что это как бы это же файл когда горизонтально вот и соответственно получается нормальное изображение хочу за хрена тень я хочу на переднюю камеру переключить она что-то будет переключается а ну вот переключилась вот она наша платная дорога здесь блин как всегда короче вот такие вот господа дела это такое да не очень ярослав что все не могу читать я еду быстро поэтому дальше читать не буду ничего вот такая у нас дорога вот такой вот у нас пятница вечер время сейчас вот сколько 1606 уже я на самом деле чуть пораньше с работы свалил мне надоело там сидеть я так подумал да пошло на все лопу и короче свалил оттуда нафиг перископу пофигу там что-то написано но я на самом деле опять же не могу читать ей вы конечно можете писать там что-то но я на самом деле прочитаю может быть ну потом когда видео пересматриваешь я заметил что и те же комментарии которые видео появляются их можно перечитать поэтому комментарии то я наверно перечитаю но я уже конечно же не смогу ответить поэтому вопросов можете не задавать не знаю что там написано вижу опять какие-то там у вас эти выскакивают короче сообщение какие-то синего цвета красного цвета там желтого что-то хрен поймешь но в общем я туда не смотрю потому что у меня впереди дорога у меня впереди только что была скорость 50 миль в час уже меньше 40 осталось но что здесь опять какие-то хренатей на дороге так я надеюсь кстати никаких обижающихся нет да youtube это как бы продукт такой вот ну чтобы потому что мне даже пишут это не плагиат я знаю там чиж нью-йорк это говорил своем видео но мне тоже кстати пишут люди которые говорят вот мы всей семьей за ужином смотрим твои видео да то есть один мужик пишет вот я женой смотрю кто-то пишет вот я там вообще типа мы всей семьей за ужином смотрим поэтому на ю тубе мата у меня в роликах нету и в комментарии я тоже их они там фильтруются автоматом это не значит что я там такой прям весь интеллигентный культурный что я не матерюсь просто я говорю youtube это такой продукт как бы там нужно интеллигентные видео чтобы они все ну для всех возрастов как правильно вот чиж сказал он клоун конечно в чем-то я там кое в чем там есть разногласия с ним но он правильно сказал что вот видео youtube это продукт который должен быть подходящим для любого возраста ну а перископ я надеюсь дети не смотрят так что в перископе мне все я здесь могу и материться а вы чё думаете я не умею материться как дима тв америка вашу душу конечно могу так что я конечно и в комментариях могу там ну кто-то что-то да но я могу конечно кого-то послать в комментарии если кто-то меня там будет у меня пошли они короче поэтому это не проблем но обычно конечно я комментарии тоже стараюсь там написать нормально я честно говоря меня уже некоторые замечали что мол я на других каналах там бывает матом пишу но другие каналы они как бы сами видео матные матершины делать поэтому то есть я не вижу ничего плохого в том что я там написал таким же языком как пишет автор или как он даже одну видео из как бы себя ведет так что я считаю это нормально ничего страшного конечно могу не хорошо вот проучился еще со школы так что все бывает вот поэтому в общем я надеюсь недовольных нет а иначе раз все будет хорошо господа мне кстати осталось ехать я думаю что уже на наверно менее чем полчаса вот перестану я здесь с вами уже разглагольствует ну потому что хватит наверное ну чё тут пи***ть на камеру так что все заканчиваю сейчас я спокойно буду ехать под музычку отель калифорния а вам всем в россии и украине беларуси я желаю спокойной ночи всего вам хорошего до новых встреч видео будет как всегда в час ночи по нью-йорку новое